Управляющая компания «Нарьинмарстрой» за многократные нарушения лишена права на обслуживание 27 многоквартирных домов. Согласно законодательству, если в течение года управляющая организация дважды допускает грубые нарушения, сведения о многоквартирных домах, по которым допущены такие нарушения, исключаются из реестра лицензии. Как следствие, такая организация теряет право на управление данными многоквартирными домами, продолжая лишь временное обслуживание до момента выбора новой управляющей организации. Перечень грубых нарушений лицензионных требований определён правительством Российской Федерации и состоит из восьми позиций. Одним из таких грубых нарушений является наличие управляющей организации за должности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленные коммунальные ресурсы. При этом размер такого долга должен превысить две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. По результатам проверок, проведённых госжилнадзором, задолженность компании перед электростанцией только по судебным актам составляет 1,4 млн. рублей. Фактически же сумма долга порядка 3 млн. при среднемесячном платеже 140 тыс. рублей. При этом фактически, как мы установили, при наличии сбора с населения вот этих денежных средств, они не перечисляли эти средства в электростанцию. По факту данного нарушения, мировой судья штрафал Нарьинмарстрой за допущение грубых нарушений лицензионных требований. Кроме того, есть задолженность управляющей компанией перед Нарьинмарским по КТС. Размер долга составляет порядка 4 млн. рублей. Таким образом, с 1 мая 2019 года управляющая компания Нарьинмарстрой отстраняется от управления многоквартирными домами, расположенными в городе Нарьинмар. По жилищному кодексу, в случае, если исключается из реестра более 15% домов, то орган государственного жилищного отзора по согласованию с лицензионной комиссией должен приступить к процедуре аннулирования лицензии такой управляющей организации. Кстати, долги населения меньше долгов самой управляющей компании перед ресурсниками. То есть, при условии, что все оплатят коммунальную задолженность, эта сумма не покроет долг управляющей компании. По требованиям жилищного кодекса, орган местного самоуправления обязан в трехдневный срок оповестить собственников жилья и ресурсоснабжающей организации об отстранении такой управляющей компании и предоставить возможность выбрать новую. Накануне такие собрания собственников прошли в городе. В связи с чем орган местного управления обязан уведомить всех собственников о том, что нанесены изменения и в течение 15 дней созвать общее собрание собственников по выбору способа управления и выбору управляющей организации. Информация о предстоящей смене управляющей компании для многих собственников стала неожиданностью. Выбрать же новую, более эффективную компанию, а не приобрести кота в мешке непросто. Пожелание, конечно, есть, чтобы было чисто, удобно, уютно. Но у нас, видите, проблема в том, что у нас в доме только в нашем подъезде лифт. И вот из-за этого начинается у людей недопонимание, кто за что будет платить. Но сейчас более-менее людям объяснили, и уже никто не задает лишних вопросов. Нам надо решить самую главную проблему при домовой территории. Вот этот участок, детский участок, он, вот я тут не сильно в каких-то подробностях, но самая главная у нас проблема – решить земельный вопрос. Вот с этим участком. Я, наверное, объясняю не совсем четко. Но, и когда будет решена эта проблема, тогда уменьшится стоимость квадратного метра, и тогда оплата наша будет, ну, может быть, хотя бы приемлемой, или хотя бы человеческая. Чтобы уборку делали своевременно, чтобы мы, ну, как тебе, не вызывали их делать эту всю дорогу, ну, как тебе. И вообще, чтобы чистота и порядок. После этого муниципалитет дает собственникам двухнедельный срок на принятие решения в выборе управляющей компании. Депутат окружного парламента Анна Булатова, присутствующая на собрании, призвала жильцов осознанно подойти к выбору. Я обращаюсь ко всем жителям. Перед тем, как выбрать управляющую компанию, внимательно изучите все нюансы, которые есть у той или другой управляющей компании, потому что есть и долги. Некоторые управляющие компании выступают и выходят к людям, имея на счетах долги, потому что мы столкнулись с долгами управляющей компании Нарьенмарстрой, которые ударили по жителям. В случае, если собственники не примут решения по выбору управляющей компании, в том числе по причине неучастия в проводимых собраниях, управляющие организации по указанным домам будут определяться через конкурсные процедуры. Что касается управляющей компании Нарьенмарстрой, то решение об обращении в суд об аннулировании соответствующей лицензии уже принято.